Здравствуйте, меня зовут Наталья Бачинская. Мы вызвались выступать первыми, потому что на качестве воздуха сказывается деятельность практически каждой из ваших групп. Возобновляемая энергетика, энергоэффективность. Это первое. Второе, мы боялись, что сейчас будет 7 одинаковых докладов про то, как нам лучше организовать систему работы с зелеными технологиями. Нам повезло, что у нас за столом были и предприниматели, и общественные объединения, и ученые, и поэтому у нас получился такой вот хороший срез. И мы поняли, что нужен единый центр, который будет работать с зелеными технологиями, потому что сейчас, к сожалению, у разных ведомств разные куски работы с этими зелеными технологиями происходят. Частью министерства экологии, частью министерства энергетики и так дальше. Очень важно, чтобы у бизнеса было какое-то единое окно, куда можно обратиться со своими запросами. Вот у нас есть необходимость внедрить что-то, что-то изменить в своей работе, и в этом едином окне ученые могут черпать информацию о том, как им скорректировать свою научную работу. Кроме того, очень важно, чтобы у инноваторов было какое-то вот тоже единое окно и ответственный менеджер, который снавигирует. То есть вам с вашими разработками, например, в Казмонайгаз, а вам в Астанахаб, вам в какой-то грин-хаб, который тоже нужен для того, чтобы можно было быстро внедрять те или иные технологии. Что мы еще отметили? Что в Казахстане есть некоторый нигилизм населения относительно экологии и зеленых технологий. И с этим обязательно нужно работать. И как вариант можно работать через детей, через образование детей, потому что дети влияют на три поколения. Они влияют на своих сверстников, они влияют на своих родителей и рано или поздно будут влиять на своих детей. Так, сейчас секундочку, я еще подсмотрю. И, пожалуй, в мои три минуты. А, что еще очень важно? Важно, чтобы возникла система оценки внедрения тех или иных инноваций. И чтобы была институциональная память. Как отметили коллеги, нередко такое бывает, что если уходит ключевой человек, то распадаются те или иные рабочие группы, останавливается работа. Вот эта вот система должна быть каким-то образом внедрена. И наша группа готова по мере своих сил, которые оказались очень разнообразны, компетенции очень разнообразны, помогать в реализации вот этих вот всех больших задач. Спасибо.